Коломба, Скарлетт, Эволюшн. У каждого из этих сортов картофеля свое предназначение. Сергей Тронь, фермер из станицы Калининской, на картошке собаку съел. В этом году урожайность с одного гектара удалось увеличить до 30 тонн. Для варки у нас идет желтый, для жарки идет красный. Поэтому каждый сорт, можно сказать, для своих целей, для своих предназначений у него. Сезон уборки картофеля на Кубани завершен. По объему урожая Калининский район вышел на второе место в регионе. Во многом и за счет таких крестьянско-фермерских хозяйств, как у Сергея Троня. У него сегодня побывал губернатор края. Вениамину Кондратьеву показали технику, на которой работают крестьяне. Неподалеку фермер построил собственное овощехранилище. Заказы на картошку теперь поступают со всей страны. Трудозатрат выше, себестоимость его выше, чем в картофельных регионах. Тогда сколько нам выгодно заниматься на Кубани картофель? Ну, рентабельность, я думаю, процентов 40-50. То есть, если его самым первым начать убирать. Значит, это очень не то, что хорошее. Это очень хорошая рентабельность, если она таковая. Ну, потому что... А за счет чего тогда вы выиграете? За счет того, что ранний картофель идет? Да, за то, что мы самые первые начинаем в России. А со сбытом есть проблемы? Значит, вот последние два года, в принципе, проблемы не было как бы со сбытом. Все из-за чего зависело, потому что в средней полосе России картофель закончился в хранилищах. Картофеля не было на рынке. Вот. Наш картофель ждали с нетерпением. Он появился, его начали брать, стояла за ним очередь, все его хотели увидеть, все его хотели покушать. Ну, Сергей, я понял одно, что любая сельхозпродукция кубанская нужна своя логистика. Если мы ее почувствуем, если сможем встроиться в эту логистику, при том внутреннего рынка не только Кубани, края, но и России, конечно, все становится выгодным. На внутреннем рынке есть большая потребность и в молоке. Животноводство – не самое популярное на Кубани направление. Этот вид бизнеса требует много вложений и внимания. Но при правильном подходе и он приносит серьезную прибыль. Это доказывают на молочно-товарной ферме «Дружба». В день здесь получают почти 15 тонн молока. Венемину Кондратьеву показывают, в каких условиях живут коровы. Здесь вы, конечно, не увидите тех корпусов, там, кафелем обложенные, выложенные и так далее. Все просто, чисто по-крестьянски. Но все-таки ту задачу, которую ставил перед собой, именно создать нормальные условия, создали. Ну и, естественно, имеем возможность платить нормальную зарплату. Импортозамещение на всех этапах производства. Сейчас основной сельскохозяйственный тренд. Чтобы не зависеть от мировой геополитики, например, на предприятии по переработке семян риса и пшеницы, хотят заняться собственной селекцией. Мы максимально переходим на свое. Коллеги, сегодня понять, вот правильно вы сказали, что нужно максимально сегодня переходить на свое. Кубань должна себя обеспечивать семенами нашей селекции. Это залог будущего сельского хозяйства нашего региона. Почему я сюда к вам приехал? Понимаю, что вы не просто занимались производством семян, а у вас была селекционная станция. И сегодня мы готовы максимально поддержать тех, кто этим будет заниматься. Сельское хозяйство – мощный драйвер развития Калининского района. Но он, к сожалению, и единственное замечает глава региона уже на встрече с местными жителями. Тут, как говорится, не стоит складывать все яйца в одну корзину. Экономику необходимо диверсифицировать. У вас очень качественный подход к сельскому хозяйству. Но только ли вот эта отрасль экономики должна быть максимально развиваться в районе? И есть ли другие предпосылки для других отраслей? Конечно, многоплановая экономика – это всегда движение вперед, очень сильное движение вперед и гарантия от любых экономических потрясений. Ну и, как следствие, социально. Доход жителей района – это, наверное, самое основное, ради чего мы работаем. То есть, вот чего эта экономика? Она же не ради экономики. Ради того, чтобы были рабочие места. Чтобы был гарантированный завтрашний день в каждой семье. Разговоры об экономике местные жители перевели в практическую плоскость. Из зала губернатору задали вопрос про железнодорожный переезд между станицами Старовеличковской и Калининской. По сути, он разделяет район на две части. Постоянные заторы в этом месте стали обычным делом. Как следствие, проехать не могут скорая помощь, грузовики сельхозпродукцией и сами станичники. Мы сегодня два раза останавливались, чтобы было переехать. Хотя один раз только ехали. Сейчас мы с Андреем Анатольевичем посоветовались. В принципе, он не дешевый. Это миллионов пятьсот он будет стоить, переезд. Понятно, деньги огромные. Это практически школу можно построить. Проблема, она серьезная. Потому что если район разделяется железнодорогой, настолько разделяется, что нужно стоять по полчаса. Давайте начнем проектирование. В следующем году проект готовьте. Просчитывайте реальную стоимость. В следующий год на подготовку проекта. Через год, дай бог, приступим к строительству. Ваше поручение уверен, выполним. В следующем году проект уже будет с экспертизой. Дальше будем уже искать деньги на реализацию. Проблему с переездами железнодорожных путей в Краснодарском крае Вениамин Кондратьев обсуждал с главой РЖД Олегом Белозеровым. Уже удалось договориться о строительстве трех путепроводов на ключевых региональных маршрутах. В Тимошевске, Славянске-на-Кубани и Краснодаре. С просьбами помочь в этом, как и в Калининском районе, губернатору обращались сами жители. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко. Кубань, 24. Калининский район. Калининский район.